Здравствуйте дорогие зрители, на связи IT District и сегодня мы поговорим о ключевом навыке андроид разработчика. Кстати говоря, если вас интересует обучение андроид разработки, тогда рекомендую обратить внимание на мои курсы, ссылка на них будет в описании. Мне очень часто пишут подписчики и простые случайные зрители с вопросами о андроид разработке, и я все чаще вижу такую ситуацию, что люди тратят месяца на изучение совершенно ненужных тем, которые вообще никак не пригодятся. Отвечая на мой вопрос, могут ли они подключить к своим проектам, к своему андроид приложению базу данных и настроить функционал добавления данных, обновления, получения, получения по параметрам информации и формирования ее в виде списка в очень крутой виджет RecyclerView, а также могут ли они удалять элементы в этом списке или полностью очистить этот список, то есть очистить базу данных. Так вот, в большинстве случаев я слышу ответ нет. Нет, 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 вы рехнулись? Тогда у меня вопрос, почему они считают вообще себя разработчиками? Ведь не зная всего этого, пусть даже обладая основами андроид разработки, кстати, если вы хотите освоить основу андроид разработки, то посмотрите мой бесплатный фильм «Основа андроид разработки за 3 часа», ссылка на этот фильм есть в описании к этому видео. Так вот, не обладая навыками работы с базами данных, вы не сможете сделать более или менее полезное приложение. Это ключевой навык, который произведет ваш переход к своей цели, а именно стать более востребованным андроид разработчиком и выведет вас на новый уровень. Все остальное это просто игры в андроид разработчика. Умение работать с базами данных это третья ступень вашего развития. Первая ступень это основа андроид разработки, вторая ступень это освоение работы с виджетами из библиотеки Material Design и третий уровень это уже работа с базами данных. Из-за того, что я все чаще стал слышать такие вопросы, я решил сделать курс. Решил и сделал его. Как тебя зовут паренек? На этом курсе я научу вас работать с базой данных в своем андроид приложении. По умолчанию андроид работает с базой данных SQLite, но в 2021 году с ней напрямую уже никто не работает. Вся работа с базой данных происходит через Room. Что такое Room? Room это высокоуровневый интерфейс для работы с базой данных SQLite. Проще говоря, Room это такой слой или прослойка, который позволяет гораздо проще работать с базой данных SQLite, не писа много кода. Именно работе с такой технологией как Room я вас научу на нашем курсе. Кроме того, вы научитесь работать не только с базой данных, но и освоите такой крутой виджет как RecyclerView. Так как проще всего изучать базу данных, именно контактируя с этим виджетом. Так как просто изучать базу данных бесполезно, ведь нам нужно научиться получать и обновлять данные. А это очень удобно делать именно на модернизированном списке, которым является RecyclerView. Так что вы разнообразите свои скиллы сразу двумя навыками. Для записи на курс есть ссылка на мои соцсети и мой e-mail. Так что напишите мне, я вам расскажу поподробнее и смогу записать вас на курс, на котором вы начнете свое обучение и примерно за неделю освоите все эти ключевые навыки. Все ссылки есть в описании к этому видео и в прикрепленном комментарии. А на сегодня у меня все, всем пока.